если будет критически нужно. Нардеп сделала заявление о мобилизации женщин. Мобилизация на Украине продолжается для пополнения резервов армии. Женщины служат добровольно, но нардепка партии «Голос» Инна Савсун настаивает на принудительном привлечении женщин в ряды в СУ в случае необходимости, об этом сообщает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на интервью нардепки программе «Это никто не будет смотреть», что сказала Инна Савсун. Савсун отметила, что в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Следовательно, она объяснила, поддерживает ли идею мобилизовать женщин. Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовывать, и президент сказал, что не подпишет закон. «Но у нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательно, обязательная служба. Но обязанность защищать государство у нас записана для всех», сказала депутат. Она также отметила, что в Украине уже есть много служащих женщин, если это будет критически нужно для обороны государства и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии», сказала Инна. По мобилизации женщин, по словам Савсун, «Служба в армии – это не только служба, непосредственно на линии столкновения, а есть много должностей в тылу, которые могли бы занимать женщины». Раньше мы писали о том, в каких городах выплачивают деньги за мобилизацию. А еще рассказывали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации без прохождения вулкана.